Награды самому обаятельным и привлекательным в Самаре подвели итоги областной общественной акции «Женщина года-2017». Лучших из лучших выбирали в нескольких номинациях. По каким критериям определяли победительниц, знает Мария Шпакова. Талантливые, энергичные, успешные в зале те, кого признали лучшими в прошлые годы, и те, кому только предстоит выйти на сцену и получить награду. Назвать этих женщин слабым полом язык не повернется. В Самарской филармонии сегодня как никогда много представительниц прекрасного пола. Финал областной общественной акции «Женщина года» собрал лучших из лучших. Красные ленты символизируют, что они уже победительницы в своих организациях и муниципальных образованиях. Ольга Верегина получает диплом в номинации «Женщина-руководитель». С 91-го года она управляет пенсионным фондом в Приволжском районе. 27 лет трудовой деятельности и, как итог, признание на уровне области. Я член районного женсовета, и вот женсовет принял решение номинировать меня на эту акцию. Я очень как-то волновалась, я очень счастлива. Я безумно счастлива, что я стала победителем вот этой номинации «Женщина года». Во-первых, женщина-руководитель, деловая женщина. Областная общественная акция проходит в юбилейный 20-й раз. Лучших выбирают в разных номинациях – от общественной деятельности до муниципального служащего. Причем номинантов выдвигают общественные организации, профессиональные коллективы и органы местного самоуправления. У нас здесь столько женщин, которые имеют уже эти почетные ленточки, почетные звания. Конечно же, это заставляет как-то гордиться именно своей вот родиной, Самарской областью, именно достижениями наших женщин. И, конечно, чувствуешь восторг. Вот везде просто. Надо, чтобы дети были счастливы. Надо необходима и профессиональная самореализация, общественная, социальная. Нам очень много необходимо в этой жизни, потому что мы очень много можем. Они действительно могут многое. Сотрудницы ведущих организаций, индивидуальные предприниматели, общественные работники. За два десятка лет проведения акции «Женщинами года» стали более двух тысяч человек. Мария Шпакова, Сергей Павлов, Новости губерния.